Генеральный спонсор места происшествия, станция технического обслуживания, сервискар. Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54. Лучшая цена в джинс-банке. В октябре джинсы по 890 рублей. Торопись, можешь не успеть. Торговый центр Микс Аленка Антей. Здравствуйте, в эфире первого городского проект места происшествия. В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Повернул и попал в реанимацию. Два человека получили травмы в результате ДТП в Советском районе. Разыскивают убийцу. К расследованию данного уголовного дела подключили самоопытные следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти банщика в Кирово-Чепецке. Здравствуйте. Здравствуйте. Как я вот ему не продавала, я вот стараюсь вообще никому не продавать. Бестыжие же вы вообще, ой. Не надо меня. Зачем нарушая еды? Круглосуточная поколея. В продаже находились крепкие спиртные напитки различных наименований, в том числе водка, виски, вино, шампанское. Соответствующая лицензия на ее реализацию и сопроводительные документы отсутствовали. Кировские полицейские оставили без спиртного алкаточку на улице Лепсе. Спиртное сегодня употребляли? Запах почему идет спиртного алкаточка? Сильно расстроил папу. Ты что, бьешь что ли? Тихо, тихо, тихо. Ты что, ты такой дерьмо, ты что с тобой? Что случилось теперь? На улице Чапаева пьяный водитель Мазды протаранил ВАЗовскую девятку. Лихач скрылся с места ДТП. Два человека получили травмы в результате ДТП в советском районе. На трассе не поделили дорогу две отечественные легковушки. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварии». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. Авария произошла в понедельник утром на 134-м километре дороги Киров-Советский Иранск. Пенсионер за рулем Лады Калина поворачивал налево, но врезался в Ладу Гранта, водитель которой совершал обгон. В результате происшествия водитель автомобиля Лада Калина получил травмы, с которыми был госпитализирован. Также была травмирована и пассажирка Гранты. Однако ей медицинская помощь была оказана на месте, в результате чего госпитализация не потребовалась. Во вторник ночью в деревне Забурье Слободского района неизвестный водитель на «Шевроле» не справился с управлением автомобиля. Иномарка съехала в кювет и опрокинулась. Сейчас инспекторы устанавливают владельца «Шевроле», а также ищут беглеца, управлявшего иномаркой в момент аварии. Не исключено, что это один и тот же человек. На южном обходе Кирова водитель Лады 12-й модели столкнулся с экскаватором. Судя по расположению автомобиля, легковушка на скорости врезалась в спецтехнику. Оба участника ДТП отказались давать объяснение. В аварии обошлось без пострадавших. В понедельник утром в Слободском районе водитель Лады сбил лося. Животное внезапно выбежало из леса прямо на трассу. Однако водитель не успел вовремя среагировать и наехал на Сахатова. В итоге лось получил травмы, и никто из людей не пострадал. Сергей Пичугин, место происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти банщика в Кирово-Чепецке. Тело 59-летнего мужчины с травмами шеи и головы было обнаружено вечером 21 октября. Сейчас убийцу банщика разыскивают. Все подробности в рубрике «Сводка». Избитого до смерти мужчину обнаружили у одного из домов по улице Миллиораторов. Следователями были назначены экспертизы. Специалисты выяснили, что причиной смерти стала закрытая тупая травма шеи. К расследованию данного уголовного дела подключили самоопытные следователи-криминалисты аппарата следственного управления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к совершению данного преступления. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». В магазине на улице Воровского продавцы задержали вероятного вора. С виду приличный мужчина в своей сумке пытался вынести из маркета три палки колбасы и две упаковки рыбы. Чтобы не вызывать подозрения, он купил только банку пива. После задержания молодой человек стал извиняться, с виду он был пьян, пытался даже заплатить за украденный товар. Приехавшие на место ЧП полицейские доставили подозреваемого в отдел полиции. В Кировочепецком районе в селе Полом на ходу сгорел фургон УАЗ. Аварийная ситуация возникла на улице 8 марта. Пожарных вызвали очевидцы. Судя по фото, салон автомобиля выгорел полностью. Причина пожара сейчас устанавливается. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Круглосуточная поколея. В продаже находились крепкие спиртные напитки различных наименований, в том числе водка, виски, вино, шампанское. Соответствующая лицензия на ее реализацию и сопроводительные документы отсутствуют. Кировские полицейские оставили без спиртного алкаточку на улице Лепсе. Пытался скрыться на Бентли. Мировой суд вынес приговор неуемному водителю-рецидивисту Ивану Шалагину. Пешеход против водителя. На улице Комсомольской камера зафиксировала драку. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Кировские полицейские оставили без спиртного алкаточку на улице Лепсе. Круглосуточная поколея находилась в жилом доме и днем и ночью продавала местным алкашам подозрительный алкоголь. Сейчас изъятое спиртное проверяют. Подробности в нашем следующем материале. Ранним утром покупателя с пивом в руках задержали на выходе из магазина. Молодой человек признался, что часто заходил в эту бакалею за легким и крепким спиртным. Женщина-продавец явно расстроилась. Скорее всего после этого случая она не станет продавать пиво в неустановленное время. Ведь из-за одной бутылки полиция проверила на алкоголь весь магазин. В продаже находились крепкие спиртные напитки различных наименований. В том числе водка, виски, вино, шампанское. Соответствующая лицензия на ее реализацию и сопроводительные документы отсутствовали. Удивили полицейских и цены на спиртное. Например, водка за 750 рублей. Видимо, владелец алкоточки решил, что за нелегальную продукцию, которую продают круглые сутки, нужно платить в разы больше. Обращаю внимание граждан, что в торговых объектах по типу бакалея, мини-маркет с большой долей вероятности можно перебрести некачественные алкогольные напитки, так как они, как правило, продаются нелегально. В итоге из незаконного оборота изъято более 120 литров алкоголя. Сейчас спиртное проверяют на контрафактность. Михаил Вагин. Место происшествия. Мировой суд вынес приговор неуемному водителю-лицидивисту Ивану Шалагину. Напомним, почти год назад он на мощном и быстром Бентли-Континенталь не смог уйти от патрульной Приоры. Как оказалось, водитель в очередной раз был пьян, и это расценили как повторное нарушение. Против любителя экстремально пьяной езды возбудили уголовное дело. На улице Попова инспекторы заметили Бентли, который ехал явно не 60 км в час. Словно пуля, полноприводный Континенталь мощностью более чем в 500 лошадиных сил оторвался от инспекторов. За машиной они ехали, ориентируясь лишь по ее габаритным огням. По словам инспекторов, среди частных домов водитель не вписался в поворот, заехал в огромную лужу, застрял и попытался убежать. Но его догнали и задержали. Здорово. Сколько раз вы догадались? Что, опять? Так я тут вообще не в пределах. Это Бентли, ты понимаешь, а это не моя машина. Водитель Иван Шалагин – один из самых известных водителей в Кирове. И славится он неумением хорошо водить авто. Наоборот, он часто ездит пьяным, игнорируя правила. В ноябре 2014-го Лихач Иван тоже пытался скрыться от полицейских. Устроил погоню на Ладе Приора, но на Октябрьском проспекте врезался в сугроб. После задержания водитель крепко уснул в патрульном автомобиле. Ваня, подъем. Проснувшийся Иван оказался в патрульном автомобиле. Проснул сопротивление, и инспекторам пришлось воспользоваться браслетами. Водитель до конца твердил, что ничего не нарушил и требовал вызвать ему сотрудников другого ведомства. Я ехал спокойно, не решаю правила. Можете вызвать милицию, знаете, КУИ, МЧС России. В феврале 2015-го ситуация повторилась. Его поймали уже на Мерседесе. Тогда лишенник Иван казался менее пьяным, но более дерзким. Я ехал, что тут делал? Давай, дергай отсюда. Что вы меня оскорбляете здесь? Я ехал, потому что... Проведенные в камере 10 дней не вразумили Шалагина. Он теперь на Бентли снова устроил ДТП. После неудавшегося форсажа через яму с щебнем у дорогостоящей иномарки оторвался бампер. Весьма интересным для инспекторов оказался и предмет, который они нашли на переднем сидении Бентли. Впрочем, Иван даже придумывать ничего не стал. Он воспользовался уже привычной легендой. Якобы на машине не ездил, ничего не нарушал. В качестве поддержки к водителю вышла его подруга Екатерина. Я из дома вышла. Не знаете человека вот это? Да я не ездил, вы что гоните? Катя, Катя, скажи, я ездил на этой машине, я сидел дома. Катя, Катя, скажи, что я дома сидел. Дома, дома. Дома, вот, сними ее. Иван не хотел садиться в патрульное авто, считая себя невиновным. Пришлось применить силу, впрочем, водителю к наручникам не привыкать. В патрульном авто Иван с удовольствием признался, что Бентли – его машина. Это Бентли, что, б***ь, дружище, это Бентли. Да, я вижу, вижу. Ну, видишь? Конечно. Ну, так это Бентли, б***ь. Для его любимого Бентли инспекторы вызвали эвакуатор, и Иван сразу же вспылил и свой гнев вылил на подругу Екатерину. Ты, сучка, б***ь, даже не можешь за эту машину постоять. Я тебе сказал, иди нахуй. Поняла? Еще раз сказать тебе. Все, вали нахуй отсюда. Тупорылая, сука, овца. Ми-ми-ми-ми-ми. Как овечка, сука, тупорылая. Впрочем, уже у здания ГИБДД водитель повеселел. А уезжу из ворам и ходу воровскому. 12 октября Шалагина осудили уже по уголовной статье. Суд назначил ему наказание в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на четыре года. На это время Шалагину запрещено менять место жительства и место работы. Также рецидивисту запрещено выходить из дома в ночное время. Кроме того, получить права Иван сможет не ранее, чем через три года. Приговор не вступил в законную силу. Сергей Пичугин. Место происшествия. Впереди у нас короткая реклама. Не приключайтесь и смотрите далее. Спиртное сегодня употребляли. Запах почему идет спиртного тоса. Сильно расстроил папу. Ты что, пьешь что ли? Тихо, тихо, тихо. Ты что, ты такой деревянный? Ты что, сад? Что случилось с этим? На улице Чапаева пьяный водитель Мазды протаранил вазовскую девятку. Лихач скрылся с места ДТП. Не выходи, не мешайся. Пойдем, растащим. Пешеход против водителя. Я так и не понял, они вместе в машине? Пешеход, что ли? На улице Комсомольской камера зафиксировала драку. Добро пожаловать на масляный сервис ВАГАТ. Замените моторное масло с комфортом и по выгодной цене. Масло, масляный фильтр и работа по замене для бензиновых моторов – 2900 рублей. Для дизельных – 4500 рублей. Принимаем все марки автомобилей. Подробности в сервисном центре АГАТ. Дзержинского, 110. Телефон 208-00. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Сильно расстроил своего отца пьяный водитель Мазды, который на улице Чапаева протаранил девятку. После удара нетрезвый лихач скрылся с места аварии. Но сотрудники ДПС задержали его на Октябрьском проспекте. При осмотре авто выяснилось, что за ночь машина, скорее всего, побывала в ДТП не один раз. Позже к нарушителю приехал отец водителя, который не сдерживал эмоций. Тему продолжит Сергей Пичугин. Сотрудники ДПС заметили внедорожник Мазда, который разыскивался за скрытие с места ДТП на улице Чапаева. Налицо явные признаки опьянения. Однако молодой человек по имени Станислав заявил, что ничего не пил. На задней части Мазды сотрудники ДПС увидели свежие царапины. Водитель сделал вид, что никакого ДТП не было. Между тем, именно эта Мазда попала в объектив камеры наблюдения. Жильца дома 48 по улице Чапаева. На кадрах видно, как водитель с пассажиром садится в машину. Затем на авто включаются габариты и фары. Лихач сдает задом и врезается в девятку. Видно, как от удара машина покачнулась. Далее водитель Мазды уезжает с места аварии. Как выяснилось позже, нарушитель замял на девятке крыло. Освежить память водителя инспекторы смогли с помощью видеозаписи. После просмотра видео Станислав весьма расстроился. Пришлось звонить отцу, рассказывать ему о пьяном ДТП и просить, чтобы он спас машину от эвакуации. Инспекторы показали мужчине, какие повреждения получил его автомобиль. Теперь водителю Станиславу за отказ от экспертизы грозит штраф и лишение прав на полтора года. Сергей Пичугин, место происшествия. На улице Комсомольской камера зафиксировала драку. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Комсомольской водитель и пассажир машины с камерой стали очевидцами подтасовки на проезжей части. Не выходи, не мешайся там. Сейчас за машину. Пойдем, растащим их. Помощь очевидцев в итоге не потребовалась. Водитель темной иномарки и пешеход с кровавыми лицами прекратили драку. Пешеход еще что-то сказал шоферу и бойцы разошлись. Что стало причиной конфликта, автор видео не уточнил. Я так и не понял, они вместе в машине? Так, не понял. Пешеход что ли? На улице Производственной регистратор зафиксировал ДТП. Судя по видео, водитель «Лады Гранта» седан опасно перестроился из правого ряда налево и, видимо, подрезал попутную иномарку. Там впоследствии врезалось в ограждение, автомобиль развернуло и произошло лобовое столкновение. На перекрестке улиц Московская и Ломоносова водитель иномарки сбил велосипедиста. На камерах наблюдения видно, что два велосипедиста переезжали дорогу, один проехал, а второй нет. Осмотрев повреждения, вызывать инспекторов ДПС участники аварии не стали. На Казанском тракте водитель 14-й едва не столкнулся с грузовиком. На загородной трассе запрещенный обгон совершил лихач на «Шкоде». Судя по видео, иномарка совершила обгон на мосту через сплошную линию разметки и чуть не врезалась в Ниву «Шевроле». Целый букет нарушений шофером общественного транспорта зафиксировал регистратор на улице Ломоносова. Водитель автобуса повернул налево на улицу Кольцова и с правого ряда на красный сигнал светофора. На Октябрьском проспекте автор видео наблюдал картину под названием «Преступление и наказание». Водитель приоры не только заметил, что не пропустил пешехода, но и то, что маневр увидели полицейские. Нарушитель тут же прижался вправо и остановился. На улице Производственной водитель универсала плохо закрепил груз. Пластиковый лист отлетел и сломался. В итоге шоферу пришлось остановиться. Михаил Вагин. Место происшествия. И на сегодня это все. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Ну а на этом я с вами прощаюсь. В студии была Алина Котрихова. Берегите себя и своих близких. До встречи. Продолжение следует.